Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Мы возобновляем свою работу после небольшого перерыва, хотя на самом деле мы не прекращали работать над каналом, но просто были некие технические заминки. Мы надеемся, что вам понравится все то, что мы вам подготовили. У нас очень много материалов, мы снимали очень много материала летом, у нас есть 4 сюжета, наш отчет о поездке в Израиль, по садам Израиля. Мы не все рассказали о Коломне, есть несколько сюжетов, которые, один во всяком случае сюжет остался непоказанным и нерассказанным о Польше. Постараемся сделать следующим образом, у нас будет 2 сюжета о растении и 3 как раз будет о наших поездках. Ну а самое главное, мы покажем вам те сады, где побывали в этом году. Сегодня я хочу продолжить рассказ о соснах и сегодня речь пойдет о пенус негра, сосне черной. К созданию этого сюжета нас подтолкнули многочисленные вопросы наших подписчиков. И это ведь неудивительно. На сегодняшний день на зеленом рынке представлено очень много сортов этой красавицы. И каждый сорт по-своему уникален. Впрочем, и видовая черная сосна очень декоративна. Длинные темно-зеленые иголки, красивая форма кроны. В молодом возрасте она почти пирамидальная. Быстрый рост. Что тут уж говорить, все эти качества не могут оставить никого равнодушным. Был даже небольшой период, когда черную сосну использовали в качестве новогоднего дерева. В некоторых штатах США и Канаде. Но эта традиция не прижилась. Длинные иголки делали процесс украшения дерева сложным и малоприятным. Я не знаю ни одного садовода, который хотя бы раз не задумывался о покупке этой красавицы. И при этом очень мало людей, которые могли сказать, что черная сосна – это беспроблемное растение. Садоводы разделились на два лагеря. Одним сосна нравится и не вызывает никаких вопросов. У других она чахнет, болеет и в конечном итоге погибает. Давайте попробуем разобраться, в чем тут дело. Начнем, как обычно, с природного ареала. Черная сосна предпочитает климат Средиземноморья. Ее можно встретить в Марокко, Алжире, на юге Италии. Большая часть популяции расположена в Турции. Кроме Средиземноморского побережья, ее можно встретить и в Крыму. Между прочим, одно из ее ботанических названий так и звучит – Крымская сосна. Как видите, в природе черная сосна старается избегать территорий с холодным нестабильным климатом. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что этот вид достаточно морозостоек. Он выдерживает понижение температуры до минус 30 градусов. Теперь от ареала перейдем к условиям произрастания. Как все сосны, черная сосна – солнцлюбивая порода. Ей нравятся только открытые, хорошо освещенные участки. Тени она практически не переносит. Тень не просто снижает ее декоративность, но может привести к гибели растения. С почвой все тоже неоднозначно. Черная сосна прекрасно чувствует себя на песчаных, суглинистых и даже глинистых почвах. Но вы никогда не встретите ее на кислых грунтах. Одним из самых больших мифов на сегодняшний день среди садоводов является утверждение, что все хвойные любят кислые почвы. Поверьте, это не так. Многие хвойные могут расти на кислых или слабо кислых грунтах. Но это совсем не значит, что им это нравится. А черная сосна всегда отличалась способностью расти на грунтах с высоким PH. Упустила еще очень важный момент. Черная сосна крайне ветроустойчивая порода. Ее очень часто используют при создании ветрозащитных полос. Это и не удивительно, ведь она способна подниматься высоко в горы. Некоторые экземпляры находили на высоте 1800 метров. Ну, вроде бы и все. Мы выяснили ареал растения, его предпочтение к условиям произрастания. А теперь давайте подведем итог. И вспомним, что нам говорят продавцы растений в питомниках. В большинстве случаев при покупке этой сосны нам предлагают кислый грунт для хвойных. Советуют посадить в полутень или тень, чтобы растение весной не пострадало от весенних ожогов. И рекомендуют выбрать место, максимально защищенное от ветра. Ведь так? Ничего не упустило? Вроде бы ничего. В итоге мы с вами имеем растения, которые в первый же год теряют свою декоративность, а потом страдают от грибных заболеваний. Черные сосны могут украшать участки в Ленинградской и Московской области. Но только в том случае, если создать им подходящие условия. В противном случае мы обрекаем растения на гибель. На этом все. Если я не напугала вас, то в одном из следующих сюжетов я расскажу вам о сортах черной сосны.